Итак, привет всем сновидцам на канале, с вами Санлет Машика, и ночная волна была запущена на всех платформах, что является соорудоплодливым для варфа, но суть в том, что нам теперь есть наконец-то чем заняться после много ожидаемого контента в нашей любимой игре, или не очень любимой, смотря к кому вы себя относите, в любом случае давайте же разбираться, что это за ночная волна такая, тем более для людей, которые были в танке так несколько уж недель. Суть ночной волны является в том, что данное нечто представляет из себя переделанную систему тревог в стиле левого пропуска, но с бесплатным к нему доступом, покупать тут ничего не придется. Каждый раз при новом эпизоде нам будут вбрасывать некую историю, с которой нам необходимо будет разобраться, совершая те или иные деяния для повышения ранга текущей ночной волны. За повышение же ранга ночная нора будет предоставлять нам награды, всего рангов 30 и для заполнения каждого надо получить 10к репутации, при этом при получении нового ранга, оставшаяся часть репутации перекидывается сразу же на следующий ранг, поэтому переживать тут не стоит. Первый эпизод называется Волк Сатурна 6 и будет он проходить около 10 недель, при этом для достижения последнего 30 ранга достаточно будет выполнить около 65% всех существующих деяний. Сами же деяния делятся на ежедневные, дают они 1000 репутации, еженедельные 3000 репутации и элитные еженедельные, которые будут давать 5000 репутации. Все они отличаются соответствующими значками и так далее. При этом сброс данных деяний отображается у нас как 3 часа ночи по МСК, поэтому не протокайте нужный момент, в принципе время то же самое, как обнуление наград за вход, поэтому переживать не стоит. При этом предметы за повышение ранга любопытные довольно-таки, здесь у нас имеются и формы, и слоты инвентаря, и 20 тысяч кувы даже дают. При этом есть еще и косметические предметы, среди которых сигилы, глифы, значки, фигурки, граффити или кидравов, в общем-то хватает. Еще имеется каптура Сатурна 6, если вам потребуется, эмоции новые завезли 2 штуки, и Сандана с броней тоже предоставляется, но это уже ближе к концу. Из действительно полезного снаряжения Текуна завезли 3 новых мода, для игрокаты, муталист кванты и пенты. Также ми-зарядку можно будет получить, хотя неизвестно еще какого ранга, и наконец-таки первое свое появление получила Умбра форма, для возможности создать Умбра полярность. Однако дают ее скорее всего только одну, без чертежа, поэтому будет она таки на без золота. Однако известно нам, что при достижении 30 ранга можно будет активировать некий престиж, возможно это позволит сбросить текущий прогресс с 30 ранга до 0, но это должно позволить нам получать доверие волка в дальнейшем. При этом под доверием волка здесь подразумеваются те самые кредиты, за которые покупаются предметы, ранее получаемые по старой системе тревог. То есть все ваши альтернативные шлемы, скины для оружия, нитаин, те самые катализаторы-реакторы и несколько тоже вбросили новых предметов, там скины и прочее. Однако ассортимент доступных товаров, он меняется время от времени, а после окончания текущей ночной волны доверие волка будет бесполезным, потому потратить доверие волка все-таки придется. Предыстория же у данного эпизода такова, что у Гренир была база тюрьма на Сатурне 6, откуда еще никому не давалось сбежать, поэтому мы про данную базу ничего не знали. Однако на данной базе объявился некий волк, был он мирновечкой из себя, строил всякие бомбочки, но в итоге сколотил свою банду и сбежал вместе со всеми своими приспешниками. Которые мы кстати иногда можем видеть и на обычных миссиях, нам необходимо их нейтрализовать и захватить для получения репутации ночной волны, дает 50 репутаций за каждого такого захваченного типа. И еще просканировать их тоже можно, 5 сканов требуется. Но к тому же и сам волк тоже может прийти по вашу душу, правда очень редко и без какого-либо известного повода, а-ля сталкер. Из него при этом можно выбить части и чертеж на новое оружие кувалда волка, так что удачки вам за этим типом гоняться. И скорее всего, если основатели соберут данное оружие, то 27 ранг они должны понять без проблем, потому что у них не хватало одного только оружия, однако испытания новые на 27 ранг еще не придумали. От Стива имеется некоторая допынительная информация по всему этому поводу. Например то, что во время действия ночной волны умбро форму нельзя будет выформить где-то еще, но это может измениться в будущем. Также история о Сутурне 6 будет помещена в кодекс после окончания данного эпизода для тех людей, которые пропустят данное временное событие, если его можно так назвать. И также отписал Стив, что вполне вероятно, что мейнлайн обновление запустят на ПК на следующей неделе, где должны быть те самые Хильдрин, сферы эксплуатации и ближний Б2.9, однако уже довольно часто нам растягивают, когда же нам ждать это мейнлайн обновление, поэтому хорошо, что можно хотя бы во что-то поиграть. В целом же я уже выполнил все испытания, и по факту только бывает трудно, когда нужно выполнить сразу же все еженедельные испытания, а по факту обычно, когда появляется какое-то ежедневное испытание, оно проходится достаточно быстро, но несложное, и себя можно чем-то так очень сильно занять где-то в начале недели, но если вы не любите себя сильно так замучивать, то можете немного размерно это все дело проходить в течение недели, и вся эта ночная волна является хорошим поводом перепройти старый контент, но не ради каких-то там абстрактных идей, а ради конкретных целей, так что довольно-таки не дурна обнова, но напишите, что вы думаете по всему этому поводу. К слову, источник вдохновения при создании персонажа ночной аноры у нас является Лин Тикпен, которая снималась в роли диджея в фильме «Войны», вроде как довольно-таки много имеется похожестей, поэтому напишите, если рассмотрели этот фильм, я был довольно-таки удивлен темильными схожестями, которые были отмечены. Но говоря про другие новости, так это после обновления за торговлю камнями стали требовать 1 миллион кредитов поштучно. Разрабы сказали, что перепроверят, вряд ли они так это задумывали, поэтому скорее всего это баг, но придется переждать любительной торговли. Также еще DevStream номер 124 придет на свету пятницу, 22.00 по МСК от мечети в календаре, и там должны обсудить тот самый выход ночной волны и прочее, тем более тот факт, что вышло обновление на все платформы сразу. Если вам интересно, твич дроп, то обещают нам гравимаг. В прошлом году разрабам еще предложили транслировать Танакон на само реле Танакона в игру, и люди на реддите это припомнили, потому что разрабы сказали, что попробовать могут нечто эдакое в этом году. Неизвестно пока реализуют ли или нет, но если получится организовать прямую трансляцию на реле Танакона, это будет довольно-таки любопытно. И как лишний пот купить цифровой набор, но будем ждать получится, либо нет. Еще люди на реддите отметили, что уже прошел год с того момента, как рейду удалили из игры, так что помним, любим, скорбим, но скорее всего для большинства людей, смотрящих мои видео, это мало о чем будет говорить, но в любом случае, такой немножко плачевный факт имеется. Будем ждать, если у рейдов продолжение в будущем, либо будем подчевать второй, пятый, десятый год их выпиливания. Еще на реддите засветилась фанатская игра по вселенной Варфа, там имеется у нас отражение Гранира Корпус, режим а-ля стенка на стенку. Выглядит любопытно, но скачать пока попробовать самим нельзя, хотя будет и любопытно узнать, что из этого по итогу получится, но посмотрим. Еще есть некоторая интересная вещь, которая меня уже несколько дней так волнует, это на ютубе, если вы выбираете, собственно, игру, в которой вы записываете видео, то там среди возможностей игр раньше можно было выбрать либо Warframe, либо Warframe Fortuna по некой странной причине, однако недавно там появился и третий вариант, а именно Warframe Lunara. Означает ли это, что раздрабы пытаются что-то замутить с Lunara, либо нет, я не знаю, но так иначе это несколько странно. Напишите, что удобно идти по этому поводу, гоняли либо в Lunara, если гоняли, то в последний раз когда, но как-то это подозрительно, может быть кто-то проказничает. И также напоминание, это Prime Time должен пройти в ночь с четверга на пятницу, в 3 часа ночи по МСК, с вероятным твичдропом, поэтому если вы полуночка, то можете, в принципе, и туда заглянуть, но пока что, черт его знает, что там точно будет, анонсов не было. Еще бы вам, наверное, рассказал о, собственно, патче, которые были, с Warframe 24.3 и 24.3.1, но там, на самом-то деле, особо ничего не поменяли, разве что из значительного этот интерфейс немного допилили, исправили некоторые ошибки, поэтому, если хотите, можете где-нибудь и почитать, у меня в группе ВК, либо на официальном форуме, в любом случае, вы знаете, где информацию найти, кто ищет, тот всегда найдет. Но за сегодня это все новости, которые для вас имеются, и удачи вам с прохождением данной ночной волны и всех испытаний, которые она может вам предъявить. Но на сегодня у меня точно все, поэтому всем всего, всем удачи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok